побывала в москве в китайском ресторане он находится рядом с линкой очень понравился интерьер красивейшие постеры гейш на стенах уютно и задумалась а почему мы регулярно не едим утку именно такое блюдо мы взяли в китайском ресторане увидела из плюсов мясо красное в отличие от грудки курицы к тому же утка активно бегает и плавает а значит богата железом который так необходимы для синтеза гемоглобина второе витамин а утятине вдвое больше чем других видах мяса утка очень хорошо для детей насыщенный жир важен для развития при недостатке холестерина для развития гормонов подростковом периоде и конечно же головного мозга и конечно это источник белка хоть и белка в разы меньше но принесли половинку утки и одна часть была более мясная и более приятная для моих вкусовых рецепторов а другая часть была слишком жирная внутри есть минусы именно поэтому я не рекомендую есть утку очень часто не чаще одного раза в месяц немного жира причем именно насыщенного жира вы не видите этот жир потому что у утки он внутри клеточна именно это позволяет утки длительно плавать в ледяной воде 100 граммах ее кожа содержится около 600 килокалорий почти это 64 грамма жира и всего лишь 9 грамм белка например в говядине будет 23 28 грамм белка и где-то 35 грамм жира при дислепидемии и атеросклерозе нужно ограничивать утку из-за невидимого жира все же она будет плохо перевариваться особенно у людей у которых уже есть нарушение желчи оттока и снижение функции поджелудочной железы ну а на фото где я сижу на фоне уток и скорой помощи как будто бы хочется сказать ешьте утку осторожно